Всем привет дорогие друзья, с вами Ваним и сегодня у нас взгляд на игру, которая называется Метель. Эту игру мне в комментариях рекомендовали несколько раз и вот все-таки я наконец-таки обратил внимание на эту игру. Ну и давайте же наконец-таки начнем, то есть у нас тут по идее должно быть три уровня, но доступен к сожалению пока что только один, потому что это бета-игра, точнее бета-версия игры. Если будет точнее, поэтому давайте же начинать и... Сегодня работа немного затянулась. Русская озвучка. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди винились тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Я стал не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся. Классика жанра. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Так, ну ладно. Так, это мы сейчас с вами сидим в клетке. И где он? И где, блин, он? Без понятия. Ну ладно, давайте попробуем выбраться из клетки, что ли. Так. Окей. Ой, смотрите-ка. Отмычка. Отлично. Так. А заперто, может, если толкнуть сильнее... Понятно. Хорошо. Это была самая простая головоломка. Да. Я понял, что надо выбираться, но... Да. Такие вот дела. Хорошо. Это была самая простая головоломка пока что. Дверь с электронным замком. Так, это уже интересно. То есть мы сейчас будем просто пытаться выбраться из комнаты, что ли, да? Заперто с другой стороны. Понятно. Это у нас что? Панель управления. Окей. И кнопка какая-то. Нет электричества. Все, я понял. Так, колокольчик вот этот... Звоночек, точнее, а не колокольчик, ее мое. Тоже что-то как-то не работает. Так, это у нас что? А, понятно. Окей, я вас понял. Хорошо. Так, это что за веревка? Не поддается, может, еще раз? Окей, давай еще раз. Так, ну мы... А, я думал это... А, веревку мы взять не можем. Хорошо. Что, записка? Так, шкаф пока закрыт на ключ и опломбирован. Пожарный шкаф, ключ за стеклом и огнетушитель. При пожаре разбить стекло, взять ключ, открыть шкаф ключом. Ну, в общем, понятно. Это только при пожаре, если... Ну, тут пожара никакого нету, но в любом случае это как подсказка. Так, хорошо, я уже вижу ключ. И тут у нас записка какая-то. Так, окей. Меня зовут Макс. Мне 23 года. Вчера вечером меня похитили. И сегодня я проснулся уже в этой комнате. Какой-то сумасшедший маньяк закрыл меня в железную клетку и издевается надо мной. Очень холодно. Я хочу есть, пить и свалить отсюда поскорее. У меня получилось открыть клетку. И пока маньяк ушел в другую часть дома, я вылез из клетки и начал осматривать комнату. В попытках найти другой выход. Входная дверь заперта, но здесь есть еще дверь в ванную комнату. У меня получилось взломать терминал. Я смог открыть дверь в данную комнату. Пароль. Это год моего рождения. Совпадение. Или я играю в чью-то игру. А в ванной комнате я нашел секретную комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку и иду пробовать поднять этот лифт. И на нем уже спуститься в какой-то туннель. Я уверен, что там будет выход. Понятно. То есть тут уже у нас какая-то математическая головоломка, когда... Так, ну я понял, в принципе. То есть надо будет год вычесть. Год вычесть на его, так сказать, количество лет. Так сказать. Так, окей. Я что-то немного начинаю странно рассуждать. Так, чертеж кирки. Понятно. То есть мы должны будем сделать кирку серьезно, да? Окей. Зажатый ключ в тисках. А тут что, типа ручки нету вот этой? Может, она тут лежит? Нет? Где она? Понятно. Окей, я вас понял. Ой, смотрите. Ящик с замком. Понятно. Блин, вот жалко, нельзя веревку взять, конечно. Я бы тут, блин, повесил с этими головоломками, потому что я их терпеть не могу на самом деле. Так, ну ладно. То есть... А, сейчас 2013 год даже. Ни хрена себе. Календарь 2013 года. Это у нас что? А рукоятка, прибитая... Скобами к стене. Понятно. Так, ну хорошо. Эээ... Ой. Так, вполне предсказуемо что-то. Так, молоточек. Но я уж понял, куда мне его использовать, да? По всей видимости, вот сюда. Черт. Какого черта? О! 25 секунд, окей. Это типа в комнату... Ой, в клетку, да? Главное, чтобы он не заметил. Что я вылезал из клетки. Окей, ну я типа залез в клетку. Это понятно все. Это замечательно. Но главное... Тихо, ё-моё, закрой ты. Господи, успокойся. Спокойно. Просто спокойно. Ой, зашел, смотрите-ка. Так, погоди-ка. Что погоди-ка? Ты шо-то понял? Кто трогал календарь? Я. Погодите. Ё-моё, ты шо, чувак, творишь-то? Он запомнил. Он, черт подери, запомнил то, что я трогал календарь. Что, блин? Надёжно заперто. Отмычкой шо ли, да? Окей, хорошо, я вас понял. Отмычкой. Ну, я так понимаю, верёвку эту дёргать уже бесполезно. Может быть... Погоди, может быть, ты открыл дверь? Нет. Ну, хотя в такой игре это вряд ли, да. Хорошо, значит, календарь мы с вами пока не трогаем. Так, а что мне тогда ещё остаётся сделать? Так. Так, ну тут провода. Кстати, куда я веду? Ой. Обрыв провода. Ну, это понятно всё. Ээээ. Так, я уже начинаю иногда повторять одни и те же действия. Но что мне ещё делать-то тогда? Так. 14 декабря 2013 год. Это типа сегодня, да? Ну, как бы в этой игре. Сейчас. Так, ну я понял. 14 декабря 2013 год. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Так, хорошо. А, то есть вот это всё было в 2012 году. То есть в то время ему было 23 года. А сейчас 13 год. Значит, ему уже 24. Так, понятно. Ладно, давайте пока отложим вот эту головоломку. Да и на самом деле у меня сейчас не особо как-то голова работает, поэтому если сейчас будут какие-то очень серьёзные математические задачки, то, ну, не знаю, как я с ними сейчас буду справляться, потому что математики я на самом деле не силён. Ну, хотя это простая математика, поэтому я думаю, что вот с таким-то я должен справиться. Господи. Так, ну ладно. Окей. Ну, кирка. Но, как бы она бесполезна сейчас. А, кстати, мы же сейчас с вами получили ключ, да? Да, и всё-таки нужно применять его вот сюда. Так, окей. Мы с вами получаем пилку по металлу и изоленту. Ну, изоленту я уже понял, куда нам надо использовать, поэтому... Да. Тут мы это всё дело перевязали, так сказать. Заклеили вот это всё. Так, заклеили, переклеили. Да. Ну, поняли, в общем. Так. Погодите-ка. А, вот оно чё. Так, ну ладно, я понял. Ну, это логично, но погоди. Ты резать будешь? А чё, резать не будешь, да? Серьёзно? Мужик. Как так-то? Ну, она по металлу уже. Ну, ты шо? Может, здесь? Не, ну это же глупо, но... Ну, как так-то? Как нет-то? Шо делать-то? Так, ну это, разумеется, не здесь. Окей. Может, здесь чё-то? А, погодите-ка. Имя... Имя... Аллан. Возраст... 25. Что, блин? Так, хорошо. А, это типа... Это я, Аллан, что ли, да? Или я что-то путаю? Типа, это я, да? Понятно. Тебе 23. Ну, по факту 24 уж должно быть. Так, окей. Итак, прогуливая здесь где-то сто лет и сидя в раздумьях, я понял то, что мне надо сделать. А в чём заключается моя ошибка? То есть, я как бы решал вот эту задачку и как бы втягивал вот во всё это дело... А чё я нафиг открыл-то? Я втягивал во всё это дело вот этого Макса, которому... Ой... Зачем я вообще... Зачем я вообще, блин, его в это во всё втягивал, если... По идее, мы сейчас уже с вами следующая жертва, и поэтому он сейчас будет нашу дату рождения ставить. А нас зовут с вами Аллан, и возраст у нас 26 лет. То есть, я, в принципе, понял это всё делать, ну... Я, в принципе, это уже всё дело посчитал. Поэтому давайте всё вот это по-быренькому сделаем. Так. А ну-ка, чувак, закрывай шкафчик. Давайте посмотрим, что он на этот раз придумает, этот чувак. Так, укид. Кто это там шумит? Кто это там шумит? Действительно. Хорошо, заходим вот сюда. И, знаете... Довольно-таки интересный у него год рождения. Прямо какая-то отсылка к ФНАФу, знаете? Вот серьёзно. Вот не знаю, совпадение или нет, но... Почему-то у меня именно с этим ассоциацией. Поэтому, да, давай, заходи уже. 200 IQ-шный мужик. Давай. Удиви меня. Так. Погоди-ка. Да что ты опять заметил? Ящик, ё-моё! Я закру ящик. Видимо, показалось. О, блин. Видимо, ему показалось. Вот повезло, конечно. Тут прям надо всё запоминать. Вот все эти действия продумывать. Всё нормально, короче. Вот это всё делать. Хорошо. Открываем здесь. Берём вот этот весь набор, так сказать. Так, окей. И, в принципе, вот... И что нам ещё остаётся? А нам больше, вроде как, ничего и не остаётся. То есть, мы тут просто вводим... Так, тут у нас 1, 2, 3, 4... 1, 9, 8, 7. Так, добро пожаловать в панель управления. Вот. Отлично. Давайте попробуем дверь открыть. И что? Какая дверь? А, вот эта дверь? Серьёзно? Типа мы открыли с вами вот эту дверь? И окей, это я понял. Ой, нашего отражения нет, что ли? Правда? Кислота. Ну, кислота, это понятно. Ой. Короче. Отмычка, кстати говоря, вот этот лобзик по металлу, это... Нам нужно только для того, чтобы из клетки убираться, как я понимаю. Так. А здесь мы, типа, прятаться, что ли, будем или чего? Ну, возможно, даже и нет. Но здесь я что-то пока ничего не вижу. Потому что у меня светит, блин, солнце. И такие вот дела. Если здесь и правда ничего нету. Ну, это, конечно, будет забавно, если я сейчас из-за солнца ничего не увидел, блин. Так, в толканье что-нибудь есть? Ой, крышка унитаза. Ой, слушайте, а это... А это неплохо подходит для ручки для... Ну, вы поняли. А ну-ка. Всё, крути давай. Молодец. А ты назад закрути, типа, я не знаю. Не, ну он же это заметит. Ну, чувак, ты серьёзно? Не, ну ты, конечно, даёшь. Да. Только вот я больше уже ничего не знаю. Ну, что мне ещё остаётся делать. Поэтому, да. Так, если я дёрну за верёвку, то это уже как бы всё. Безвыходно. Так, это не то. Это вообще всё не то, по сути. Хорошо. 1, 9, 8, 7. Входим. Дверь. Закрываем. Лифт. Включаем. Нет питания. Ни хрена себе. У нас тут ещё и питания нету. Замечательно просто. Вот прям отлично. Вот прям вот не знаю, что ещё сказать. Ну, ладно. Ну, а что мне ещё тут остаётся делать? Хорошо, давайте ещё раз вернёмся сюда. Так, дверь. Ну, ладно, давайте ещё раз откроем дверь. Пройдём вот сюда и посмотрим, что у нас тут. Так. Ну, теперь я понимаю, почему там такой долгий таймер. Ну, он, конечно, не долгий, но, в принципе, времени достаточно, чтобы всё сделать. Вроде бы. Так, хорошо. А, раковина. Что с раковиной? Что не так с раковиной? Ты что-то про раковину говорил, слушай. Раковина прикрученная. Ага. К стене болтами. Так вот. Ну, вот. Ты только это тихо делай, пожалуйста. А то мы тут с тобой покойниками сейчас будем. Эм, кирпичная. Понятно. Ой. И теперь мне та штука, что ли, нужна, да? Вот только вот больше никаких вариантов я не вижу. Мне нужно что-то ещё. Но что ещё, я не знаю. Прям вот честное слово. Я понятия просто не имею. Поэтому... Крышка. Так ты же... Крепкая цепочка, да? Ой, блин. Тут столько всего ещё. Я не могу просто уже. Так, ну ладно. Ладно. Давайте тогда на такой нотке закончим. Давайте я тогда в таком случае просто напоследок, так сказать, позову его. На одну циферку ошибусь. Давай. Вот, вот. Что это там шумит? Я прямо сейчас вообще всё тут. И верёвку. И календарь. И всё вот это вот. Скорее вернуться в клетку. А ну-ка, погодите-ка. Ладно, давайте тогда на такой нотке закончим. Пусть он тогда просто на меня пойдёт. Ладно. Продолжим тогда в следующий раз. Изберёмся уже до конца. И давайте же всё-таки увидим, что сейчас будет. Ну а пока. Ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Свои игру в ВКонтакте. Всем удачи. Ой, какой опасный. Всем удачи. И всем пока.